В год семейных ценностей, а именно таким президентом Евгением Шевчуком объявлен 2016-й, наш телеканал продолжает рассказывать интересные истории семей, проживающих в Приднестровье. Наш следующий сюжет посвящен мастерам красок. Они носят одну фамилию, у них одна любимая профессия. Они – семья художников. Сначала были коллегами и друзьями, вместе учились, рассказывает Татьяна Александровна о том, как познакомилась с будущим мужем. История, как в известной песне, только связала их не музыка, а любовь к искусству. Однако, став одним целым в семье, в творчестве они остались непохожими. Несмотря на то, что мы ездили вместе, работали вместе, мы абсолютно разные художники. И по темпераменту, и по стилю, и даже работать вместе в одной мастерской нам сложно. В творчестве главное друг другу не мешать. Дать возможность побыть наедине со своими мыслями, говорят художники. Этого правила старались придерживаться и тогда, когда красками заинтересовались дети. Ритана первая картина, которую мы выставляли, была в ее 6 месяцев. Мы дали ей тоже большой какой-то лист, она там поползала, поставила свои отпечатки. Мы вырезали маленький кусочек, оформили это все в золотейшую раму, с вензелями, с паспорту. Это все было гениально оформлено и выставили на выставку. Затем были и вторая, и третья случайные и уже осознанные работы юных художниц. Младшая Рита рассказывает в первых своих картинах, старалась подражать родителям. Потом поняла, нужно искать что-то свое. Я с детства видела, как они красиво рисуют, мне очень нравилось. Я думала, вот, когда я вырос, я тоже так буду рисовать. И вскоре я постоянно говорила, мама, дай мне художественную школу, я хочу быть такой, как ты. Краски в доме были столь привычны, как элементы интерьера. Старшая дочь Читы Шума, сегодня уже профессиональный художник, младшая, только учится. Они семья со своими традициями. Одна из них – совместные выставки. У нас очень много было выставок, и почти всегда они совместные. Очень редко, когда кто-то из нас выставляется в одиночестве. Вот эти семейные традиции мы стараемся всегда беречь, и нам вместе просто легче. Хотя, как вы понимаете, мы пытаемся поддерживать индивидуальность каждого. Даже Ритули у нас ищет свой собственный стиль. Число выставок уже давно перевалило за сотни, потому уже не считают. Ведь самым большим своим достижением считают такую дружную творческую семью, где вместо альбомов с семейными фото – живые картины. Наталья Цыку, Алексей Двоенкин, Первый Приднестровский телеканал.